В Большом зале Нижегородского Кремля все кресла заняты. Здесь те, кого будут награждать и кто пришел поддержать своих друзей, близких и коллег. А еще некоторые награды рассчитаны на целую команду. Например, медаль за спасение погибавших. Четверо пожарных из 106-й части получают ее ни много ни мало за тушение пожаров на артиллерийских складах. И как любые настоящие герои, никакого подвига в своих действиях не видят. Работали как все. Выбрали профессию, просто выбрали профессию. Хотелось, как вам сказать, в молодости мечтали совершить чудо, подвиг какой-то. Ну, выбрали эту профессию. Служить не получилось, служили в пожарной охране. Ну вот, за столько лет службы мы заслужили это. Впрочем, спасать жизни можно по-разному, не только из огня вытаскивать. Нейрохирурга Валерия Хоменкова награждают Орденом Дружбы. Шутят, да, он действительно со всеми дружит, и с пациентами, и с их родственниками. А самая долгая дружба у него сложилась с медициной. Ровно 50 лет и один месяц. Если честно говорить, то мне эту профессию посоветовала моя родная бабушка. Вот. Говорит, внук, иди, будь врачом, будешь меня лечить. С тех пор я и пошел в медицину. То есть сразу после окончания школы, которой я окончил серебряной медалью, я в первый уже год, в 57-м году, поступил в Минский медицинский институт с первого захода. И лечил он в итоге не только свою бабушку. На его счету тысячи спасенных жизней. Впрочем, сегодня в части не только медицина. Награды и звания заслуженных получают работники культуры и образования, строители и металлургия. Здесь и ученые, и конструкторы, и рабочие инженеры, и мастера. Здесь есть люди, которые работают в правоохранительных органах. Те, кто занимаются образованием, правоохранением, развитием культуры, спорта. И это говорит о том, что жизнь наша продвигается именно усилиями ответственных людей. Вы – наши дети. Награды, награды, а жизнь продолжается. Все эти люди после торжественной церемонии поедут на работу. И снова день за днем будут спасать жизнь, учить и защищать родную страну. Получив орден почета, детский хирург и заслуженный врач Александр Богасян уже знает, где он будет завтра и послезавтра. Каждый день к операционному столу. И все.